Всем привет! Мы продолжаем восстанавливать Римскую Империю в игре Рим Тотал Вор Нашествие Варваров. Играем мы за фракцию, такую как Восточная Римская Империя. Ну и наша компания, наша стратегическая и историческая миссия подходит к своему концу. Так, хорошо. В принципе, да, вот, прошлую серию мы начали разбираться с ордой вот этих вот бургундов. Ну и, в принципе, в этой серии я думаю, что если мы продолжим все так же давить на наших врагов, то, в принципе, мы добьем их до конца. Кстати, да, мы можем Дакию Еще присоединить к своему государству. В принципе, почему бы и нет-то? Давайте общинное земледелие уже потратим Потратим уже полностью деньги, которые, кстати, у нас приходят не так уж-то и много. Я что-то как-то по своей, может, наивности рассчитывал, что у меня будет больше ресурсов. Но, но нет. Ну и ладно, сдаем следующий ход, пожалуй. А бургунды-то не идут в атаку. Так, мятеж Арсакия. Так, я вот как раз туда и ввел своего полководца. Вперед! Они кончились, господин! Так, ладно, налоги понижать не буду, потому что, блин, да это... Да это гонглин самый настоящий. Ну, как так вот? В принципе... И так денег нету, а тут еще и... Так, кедония, да? Ой, кедония тоже. Недовольны. Ну, придется вам потерпеть, ребята. Так, в Афинах все хорошо, все прекрасно. Так, агент разоблачен. Ага, вот он был в нашем городе, но сумел бежать. Еще и в Аквинкуме пытался пробраться, но не получилось. Так, Тесифон. Ладно, давайте дадим расширение. Так, Хатри дадим расширение. Блин, на Петру не хватает денег. Хорошо. Так, Сирмия болеет. Как же это все-таки ж ужасно. Так, давайте, да, вот осадим Дакию. Семь ходов. Пускай. Пускай побудет пока что в осаде. Так, отлично. Тайный агент. Нет. Это совсем не то, что я хотел. Так. А где они? Где эти ребята-то? Что-то они не очень-то спешат. Свести с нами счеты, так сказать. Так, хорошо. Давайте подведем вот эту вот армию сюда. Ну, в принципе, да, эту пока что можно здесь вот оставить. Но потом вот перебросить поближе к Дакии. Чтобы охранять наши северные границы. Ну и как с этим бороться? Да. Здесь точно один стэк полный, наверное, наберется. Из этих флотов. Так, мы, кстати, да, вот, нашими застрельщиками двигаемся к Берберам, к Тингию. Которые все-таки же, я думаю, что скоро все-таки же перейдет под наш контроль. Приказы! Так, ну и вообще, я думаю, да. Так, вы, ребятки, здесь... Совсем не к месту. Так, давайте еще... Вот так вот сделаем, уже все деньги потратим. Так, да, начали мы войну с мятежниками. Приказы! Давайте их уничтожим. Они просто мешают нам пройти дальше вглубь... Испанского полуострова. Мужчины! Битва неминуема! И победа висит на волоске! Исполните свой долг истинных римлян и схватите ее! И не забудьте главное! Римские боги следят за вами! Уже им не будет стыдно! Так, ну что ж... Да, у нас эта армия немного покоцанная. Я думаю... Я думаю, мы и так... И так справимся. Так, где они? Ага, вот они вот здесь вот. Так, лесная битва. Да, генерал непрокаченный. Да, вот бургунды, я смотрю, что-то они... После нескольких поражений они прям... Прям они немного вот сдали позиции. Так, отходим, потому что римляне... Будут забрасывать нас с пилумом. Так, кавалерия подходит. Нужно еще отходить. Так, отлично. Сколько мы там набили? 24 процента. Так, давайте все-таки ж выйдем из этого леса. Я не люблю в лесу сражаться. Ну да, довольно-таки серьезные войска. У противников. Правда, их мало. У противников. В этом основная их проблема. Что их, к сожалению, очень мало. Так, ну а мы обходим. Обходим врагов, ищем слабые места. Так, что-то я слишком близко подошел. Отряды, уходим. Так, ну ничего, отлично. Враги потихоньку уничтожаются. Вот уже почти 50 процентов. Да, у врагов все еще достаточно конницы. Я бы окружил бы эту армию, но из-за действий их не конницы. Так, стоп. Из-за действий их не конницы, да, я не смогу это сделать очень эффективно. Отлично. Еще давайте отступаем. Так, ну и повторяем все снова. Оказывается, у него два полководца. Отряды, уходим. Вот еще есть один. Отряды, уходим. Так, что-то как-то медленно. Вам не кажется вообще, что-то они держатся что-ли? Так, один уже бежит. Отряды, уходим. Отряды, уходим. Быстрее. 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 Отряды, уходим. Отряды, уходим. Ну наконец-то. Ценностьми. Уходим. наполнили ужасом сердце вражеского полководца. Теперь он бежит с поля, как последний трус. Слава великим богам! Вражеский полководец убит. Теперь ужас поселится в сердцах наших врагов. Так, кто-то еще остался. Ага. Это героическая победа, достойная славы Има. Отлично. Никакие сепаратисты не остановят продвижение нашей империи к новым завоеваниям и новым территориям. Да, ходов, к сожалению, мало. Так, ладно, мы все равно туда займем этот мост. Чтобы бургунды не сумели вырваться из окружения. Так, ну и в принципе, да, можно, я думаю, сдавать ход. Сдаем ход. Ну что ж, еще очередная армия бургундов будет вырываться из окружения. Нам же нужно не дать им это сделать. Итак, начинается. Мы, Кимляне, не ищем ссоры. А если уж приходится сражаться, мы и уйдем, пока не победим. А теперь к оружию. Давайте укрепим наши сердца, вспомним о Риме и подумаем, что мы можем сделать для него. А потом мы исполним свой долг и постоим за честь Рима. Ну что ж, отлично. В принципе, да, здесь все довольно-таки просто. Не нужно дать возможность врагу перебраться через реку. Я думаю, наши лучники его вполне остановят. Так, что-то я как-то развернул свои войска. Немного не так, как нужно было. Но, в принципе, да, возможность исправиться всегда есть. Вражеский полководец убегает. Настоящие вожди вообще так себя не ведут. А во время битвы это и вовсе невероятно. Орды гуннской конницы тут вот налетают на наши ряды. Ну не зря Римляне считаются самыми лучшими войсками. Вражеский полководец убит. И сейчас его люди боятся вас. Настало время форсировать атаку. Так, Альпсвинт погиб в битве. И теперь кормит стервятников. Так, давайте лучше помечниками. Отлично, сколько мы уже 50% набили. Да, похоже, враги начали было отступать, но... Ну, мне кажется, они не знают, что и делать. И не заехали. И... 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 66 процентов ну маловато блин я бы хотел побольше если честно придется все-таки шик добивать нашей застрельной кавалерии в принципе я думаю что это тоже не составит труда просто несколько лишних битв да все таки же искусственный интеллект пытается сохранить хоть какие-то войска так я случайно не на ту кнопку так ну много много и кавалерии ушло да и пехоты много отступила правда и потери у нас почти нету до 1 процент но все таки же потери как потери потери можно восстановить а вот гоняться за этими всеми армиями враги показать им будет потрясен этой победы этот день принадлежит нам так ну что ж а даль вольф член семьи 52 года ему старичок это наверное последняя такая вот более не менее боеспособная орда остальные все орды уже пока цены их нужно будет добивать уже конец стрелку итак начинается мы имляне не ищем ссоры если уж приходится сражаться мы и уйдем пока не победим итак пусть наш боевой клич вселит ужас в сердце врага прости им вызов и мужайтесь обратитесь к небесам и пусть вашим девизам будут слова сила и честь ну что ж давайте да Здесь у меня оказывается стрелков еще больше Да, отлично, наши лучники, смотрите, уже поливают прямо противника Так, давайте лучше по охотникам будем бить Так, пока враги перестроятся Я думаю большую часть стрелков я уже к этому моменту вынесу Так, отлично Хм Враги ждут Мы набиваем бургундские морды Вот 22% уже набили Наши лучники разряжаются Отлично, просто чудесно, просто супер Стрелков я ему вынес Так, вообще нужно по коннице бы пострелять Вот так вот Вот так вот Лучше по коннице пострелять, потому что пехоту я смогу добить Своими конными застрельщиками А вот с конницей могут возникнуть проблемы Тем более конницу, особенно легкую, очень непросто догнать При добивании Так, отлично 31% А враги Стоят в ожидании Что может что-то изменится Да ничего и не изменится Сейчас потеряет всю конницу Да, стрелы быстро заканчиваются Вот это вот беда Отряды вперед Ну и что ты придумал? Так и будешь стоять под обстрелом Ну да, конечно, нужно же перестроиться Давай уйди уже в атаку И закончим Закончим эту бессмысленную битву 41% мои лучники настреляли Просто чудесные И просто отличные у Восточно-Римской империи лучники Ну да Ненавижу, когда так вот происходит Ну что ж, давайте ждать Выжидать Искусственный интеллект Явно не хочет Идти в атаку Да, переправляться Ну вот Я о чем О чем я и говорил Как в воду глядел Вот он, да Вот истинное Истинное Как бы Лицо Трусливых бургундов Такая вот Своеобразная Психологическая атака То есть А8 Может быть Отступят И выпустят нас А если враг не отступил И все-таки сражается Ну что Постоим под обстрелом А потом вот Возьмем и Отступим Что ж Ладно Давайте ускорим Безоговорочная победа Победа Так, я оказывается Забыл совсем Про эту вот армию Так Нифига себе Сколько у меня Недовольных В империи Так Арсаки Так, я вообще-то Петру хотел Расширять Да вы Блин Сговорились Что ли Ребята Так Кедония Уже Так Ну Кедония Перебьется Так Иерусалим Ага Иерусалим Последний Смотрите Какой в Иерусалиме Еще и хороший Этот управленец И все хорошо Что за беспокойный Город Ну правильно На низких Налогах Так это Объявлен Союз Саксы Вандалы Величие Рима не знает границ Наша фракция Самая развитая Во всем известном мире Эфесский церковный собор Объявил Еретическим И противным Истинной вере Учение Нестория Архиепископа Константинопольского Который Отрясал Вероятно Чересчур Громко Ипостасное Единство Во Христе Полагаю Что в нем Внешним образом Соединились Два Различных Лица Божественное Человеческое Так Сирмия Болеет До сих пор Да Вот уже И минус Пошел Так Но зато А Тут и так Максимальные Налоги Так Хорошо Здесь вроде бы Все в порядке Так Нужно Собрать Армию Так Выдвинуть Ее Вот сюда Вот Низкие Низкие Блин Да Что мне Сделать А Смотрите Все таки Вырвалась Одна Армия Мерзавцы Да Эти Решили Обойти Так Вот оно Все Что Осталось Ну Еще Еще Есть Довольно Таки Внушительные Силы Блин Денег Мало Да Вот это Вот Нехорошо Так Ага Тинги Недолго Осталось Жить Так Тарент Так Я вообще Хотел бы Наверное Пробежаться Быстренько По городам Может быть Кое-где Повысить Налоги Где только Сможем Потому что Денег Вообще Кот Наплакал Так Вот Сезарии Можно Так Здесь Наверное Можно Да Алания Наврядли Так Где Сифон Давайте Да Переобучаем Так Сакия Блин Тоже Ну Что За Так Демидий Ага Хрен тебе А не Демидий Так Давайте Вот так Вот Сделаем Ну что И оказывается Здесь Здесь Вижу Что Я Пропустил Куда Это Она Вылезла Это Армия Так Таракон Я вроде бы Пробовал Да Ничего Не Получается Ну Ну Здесь И так Максимально Августа Так Августа Тоже Можно Повысить Да Ребята Это Все Это Все Что Я Ну Ты Щенку Выжил Так Ну Что Ж Вздаем Вот Это Да Смотрите Как Саксы Подло Воспользовались Так Занять Или Уничтожить Давайте Уничтожим На Они Отошли Так Бурдигала Бунтует 4 3 4 Вот Это Вот Нужно Бы Так И Иерусалим Я Вот Хотел Починить Так Что Там Демидия Ага Прошли Мимо Ну И Отлично Так Можно Конечно По частям Разбивать Так Наверное Даже Будет Лучше Землетрясение Ударило С Ужасающей Силой Чем Женые Прогневили Богов Что Они Заставили Землю Так Реветь И Сотрясаться Фраспа Да Так Вот Здесь Есть Ребелы Которых Я Б Хотел Свалить Так Сакия Расширяется Отлично Так Карфаген Ужин Уже Заболел Ну Надо Ж Так 34000 Ага Нищета Стопроцентная Так Ну Ладно В принципе Карфагену Полезно Будет Так И Карнунд Так Отлично Давайте Вот Эту Армию Мы На Границу Карнунд Пока Что Заведем Войска Денег Нет Что Ты Будешь Делать Вот Прям Самым Серьезным Образом Денег Нет Так Хорошо Давайте Вот Антемием Аксентием И Восьмым Итальянским Легионом Выдвигаемся К Новому Карфагену Так Повысим Налоги Денег Нету Так Эта Орда Пытается Вырваться Чтоб Они Схлестнулись Друг С другом Ну А мы Я думаю Да Проведем Еще Одну Битву Уничтожим Вот Эту Вот Армию Берберскую Я думаю Это Не Состоит Нам Большого Труда Не Хочу Я Чтобы Берберские Армии Воссоединялись Лучше Разбивать Их Почесть Битва Никогда Не Бывает Приятным Развлечением Особенно Перед Завтраком Ха-ха Но Подумайте Вот О чем Они Чувствуют Себя По крайней Мере Так же Плохо И У них Нет Меня Ведущего Победя А сейчас Сосредоточьтесь На Боевой Задаче Бейте Бейте Без Жалости Ну Что Приступим Да Враги Отошли К самому Краюшку Карты Так Вообще Бы Нам Нам Бы Лучше Вот Так Вот С Этого Холма Развивать Своё Наступление Так Лучники Это По-моему Налетчики Мавританские Так Ага И Вождь Пустыня Да Уж Слишком Мы Близко Мы Нем Подошли Так Отлично Смотрите Враги Уступают Нам Возвышенность Все Все таки Что он Сбежал Возвышен Возвышен Так Отлично Продолжаем Заманивать Наступление Возвышен Субтитры Так, ребята, давайте вы этого лучше в вождя мочите, а не пехоту. И да, что-то как-то совсем. Смотрите, их лучники даже не пытаются отстреливаться, чтобы нанести ход какой-то уровень. Ага, вот начали перезаряжаться. Так, отлично. Да, осталось совсем немножко добить. И показали, чего они стоят на самом деле. А они не солдаты, они просто пугары и кролики. Хаджи Акиль Аль-Мурат. Будет потрясен этой победой. Эта тень принадлежит нам. Безоговорочная победа, отлично. Так, ну и мы, конечно же, да, осадим теньги. Осаждаем поселение, господин. Поселение в осаде, господин. Салама. Салама. Лидер фракции бургундов. Так, восемь ходов им осталось. Этого явно недостаточно. Так, ну вообще мы можем... А давайте поставим, наверное, вот здесь вот засаду. Я думаю, они захотят выскочить через освободившийся проход. И попадут в нашу ловушку. Иду в пути. Так, отлично. Ну, пускай будет так. Так, Филадельфия. Кстати, давайте, может быть... Попробуем, а? Безоговорочная победа, отлично. Заодно и людей используем по назначению. Так, что у меня тут еще по империи, да? Так, ну вроде бы с мятежниками, разными повстанцами я справился. Так, вот эту вот армию, я думаю, что стоит вот сюда вот перекинуть. Ну и давайте сдадим еще один ход. Блин, да чтоб тебя, это бурдегала. Поубиваю гадов нафиг. Так, мятеж в кте-сифоне. Так, гражданский бунт. Это поселение имело наглость восстать против законов и власти Рима. Это возмутительно и заслуживает сурового наказания. Так, ну что ж, суровое наказание, как бы вы можете догадаться, будет какое. Вырежем город нафиг. Кодекс законов пересмотрен. Система римского права получила надежную опору. Все законы, акты и указы за тысячу лет систематизированы, кодифицированы и упорядочены. Все законы расположены в хронологическом порядке и теперь можно быстро узнать, какие древние законы уже устарели. Таким образом, законы в обеих частях империи будут толковаться более единообразно и разумно. И все жители Римской империи почувствуют себя частью единого целого. Так, Карфаген болеет, но ему полезно. Так, они-то выдвинулись. Они-то выдвинулись, все-таки же ловушка-то была нацелена. Правильно. Давайте осадим новый Карфаген. Так, Тингий, значит, здесь вроде бы все в порядке. Вот это вот недоразумение нужно будет уничтожить. Так, заколебали, честное слово. Так, хорошо. Смотрите, Иерусалим уже сразу же подобрел. Давай тогда тебе и налоги сразу же повысим. Так, хорошо. Вот этих вот вообще можно, по-моему, слить. Ну да. Я-то думал, там два отряда крестьян, а там, оказывается, еще один отряд наемников, ветеранов. Так, это подстава, да? Нужно предупреждать, что у вас такие вот прям подставы-то. Так, я вот хотел Корнунн там заняться. Вот так вот. Ну и давайте форум построим здесь. Так, отлично. Границу с варварами мы уже почти восстановили. Так, по крайней мере, восточную часть вот, вот Италии до Черного моря мы здесь уже границу с варварами восстановили. Отлично. Значит, здесь осталось еще, да? Так, колония Гриппина. Наверное, поселение фризов тоже вот отберем. Потому что нефиг нафиг. Такое дело. Так, смотрю, здесь нас блокируют. Ммм, отлично. Отлично, что мы ничего не сделали хорошего. Но и с другой стороны, плохого тоже не случилось. Так, вот так вот, наверное, можно будет сделать. Ну и, в принципе, да. Давайте будем, что ли, прощаться. Эту серию я предлагаю на этом моменте закончить. Все-таки же, да, как гвоздь под молотком идет кампания. Я-то рассчитывал как-то побыстрее. Но, видите, враги упорно сопротивляются. Карта так вот медленно захватывается. Правда, только 431 год нашей эры. В принципе, еще время есть. Можно, конечно же, попробовать и всю карту захватывать. Но это нужно было больше, наверное, вкладывать в армии, чем в экономику. Хотя, с другой стороны, тоже. Массивные завоевания, война со всеми. Я не любитель такого. Я любитель больше использовать дипломатии. За всем прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну и ждите новых серий. Еще не все. Но скоро будет. Всем спасибо и всем пока. До новых встреч.